Автоледи 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 Если пешеходы захотят перейти дорогу от данного участка, где мы сейчас находимся, к Стелли, то водители, двигающиеся со стороны раймага магазина, обязаны им уступить в дорогу. А если водители едут как раз таки в сторону раймага, должны они уступать или не должны? По правилам дорожного движения они не должны. То есть не должны, не обязаны. Ну и соответственно здесь правила дорожного движения, эту ситуацию никак не описывают, не регламентируют. Нужно действовать с целью соображения безопасности всех участников дорожного движения. То есть пешеходы если видят, что двигаются автомобили и нет возможности перейти дорогу лучше, конечно этого не делать. Но если они посмотрели по сторонам, действительно автомобиля не было, они начали переходить дорогу, водитель, который выезжает со стороны раймага, должен им дорогу уступить. Так, мы подъезжаем к перекрестку улиц Советская, Кирова. На данном перекрестке мы видим, установлен знак главная дорога, под ним стоит знак 8.13 направления главной дороги. Главная дорога меняет направление направо поворачивать. Соответственно при повороте направо, при движении мы в первую очередь должны включить правый поворот. Здесь у нас есть пешеходный переход, уступаем дорогу людям, переходящим в проезжую часть. И плюсом ко всему, согласно пункту 13.1 правил, при повороте дороги, если пешеходы будут переходить дорогу вот в этом участке, мы также должны будем уступить в дорогу. Так все-таки в том видео виноват кто? Водитель или дети-пешеходы? Вины водителя здесь нету, потому что он уступил дорогу все-таки пешеходам, да? Ну и соответственно корить за то, что пешеходы переходили в неположенном месте тоже не получается. Василий, скажите, а вообще много ли в городе вот таких вот перекрестков, похожих на этот? Перекрестков предостаточно. Конечно поблизости вот у нас здесь находятся два перекрестка, это возле пожарной части улица Красноармейская, революции. И недалеко здесь у нас есть перекресток Кирова-Ленина возле районной больницы. То есть получается тоже такие же развилки, трехсторонних пересечений, соответственно те же самые требования правил при повороте направо, налево мы должны уступать дорогу пешеходам. Мало кто это делает, ну и соответственно повороты подавляющие большинство водителей тоже конечно в этих случаях не включают, что является нарушением правил дорожного движения. Значит получается мы сейчас двигаемся в сторону улицы Орджоникидзе по Красноармейской. Значит на данном перекрестке главная дорога у нас меняет направление. В первую очередь мы должны включить поворот и вот если в этом участке будут переходить дорогу пешеходы, мы также должны будем уступить дорогу согласно правил 13.1 у пункта правил 13.1. Кроме этих перекрестков у нас еще поблизости находится перекресток улиц Кирова-Ленина, недалеко от районной больницы. Соответственно на этом перекрестке точно также имеются развилки и соответственно на данной развилке мы также имеем возможность повернуть как направо, так и налево. Соответственно при повороте направо в данном случае пешеходы, которые будут переходить дорогу по линии тротуаров вот здесь, мы также должны будем им уступить. Ну что, проведем небольшой эксперимент. На этом участке дороги автомобилисты должны уступить дорогу пешеходу, то есть мне, но по-моему никто не собирается этого делать. Более того, здесь даже редко показывают поворотник, хотя, хотя должны. Едет еще один автомобиль, ну что, попробуем. Еще один. Дорога не уступает, нужно, наверное, просто быстро-быстро-быстро ее перебегать. Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения при повороте направо или налево. Включайте поворотники и не забывайте пропускать пешеходов. Это была рубрика «Автоледи» и я, Анастасия. Берегите себя и обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ирбитский учебно-технический центр постоянно ведет набор на курсы подготовки и повышения квалификации по следующим популярным профессиям. Водитель категории «Б», электрогазосварщик, оператор котельных на жидком и газообразном топливе. Слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования котельных установок. Водитель, перевозящий опасный груз и другое. Наш адрес – Ирбитский район, деревня Фомина, улица 60 Лет Октября, 52. Телефоны для справок 3-34-64, 3-33-65. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова